Всем привет! Сегодня я расскажу, как купить инвестиционную недвижимость с 5% первоначальным взносом. Все знаем, что когда покупаем инвестиционную недвижимость, нужно 20% своих денег, то есть свой первый взнос. Но это не так. Есть способы и стратегии, как это можно сделать всего с 5%. Я всегда за то, что вкладывать как можно меньше своих денег. Если есть возможность купить с 5% первоначальным взносом, почему бы это не сделать? Да, это не будет какой-то шикарный огромный дом, это может быть простенький дом, может быть даже не самый лучший дом. Но с этого можно начать. И я вам сейчас покажу, как это сделать. Сзади меня такой типичный дом, который мы приобрели нашим клиентам. Это легальный дуплекс, который стоил всего 640 тысяч долларов и который сдается в районе 4 тысяч долларов в месяц. Идемте посмотрим. Итак, это огромный living room, где можно поставить и стол со стульями, и диван с телевизором. Очень большой. Здесь кухня, довольно-таки приятная, открытая, с видом на красивый сад, который в принципе этот весь задний двор принадлежит людям, которые здесь будут снимать или жить. И здесь есть три прекрасные комнаты. Вот это одна спальня, ванна с умывальниками, с туалетом, еще одна спальня, везде огромные окна, обратите внимание. И еще одна спальня, два окна, то есть очень светлый дом. Три комнаты, одна ванна и такая квартира сдается за 2300 плюс 60% всех утилитис. А теперь пойдемте во второй юнит. Все новенькое, красивое, отремонтированное. Здесь классная кухня, огромный living room, две спальни и ванна. Такое сдается 1700-1800 долларов в месяц. Здесь огромное-огромное пространство для парковки машин для нижнего юнита. И весь этот кусок принадлежит нижнему юниту, включая это газиба, где можно поставить барбекю и сидеть. Итак, если мы покупаем дом для себя с целью сдачи части этого дома, то мы абсолютно легально можем купить с первоначальным взносом меньше, чем 20%. Как это работает? Предположим, этот дом, он стоит 640 тысяч долларов. Тогда за 500 тысяч мы должны дать 5%, то есть от 25 тысяч. И за остальные 140 тысяч 10%, это 14 тысяч. Суммарно 39 тысяч, ну пускай 40 тысяч. Чуть больше, чем 5%. В этом случае моргидж будет 600 тысяч, ну немного больше, потому что в этом случае надо платить 7HC Insurance, который страхует от дефолта для банка. Но банки дадут более хорошие условия, потому что это более безопасно для них. Итак, давайте посмотрим. В нашем случае это примерно 600 тысяч долларов моргидж. При сегодняшних банковских ставках, которые, например, 4,8% фиксированы на 3 года, именно когда вы покупаете меньше, чем с 20% первоначальным взносом, вы платите примерно 3400 в месяц за этот моргидж. Плюс надо платить Property Tax, плюс надо платить Insurance. Примерно 3800-3900 расходы на этот дом. Бейсмент в таком доме сдается за 1700-1800 примерно долларов, в зависимости, какой бейсмент. То есть вы платите всего 2000 из своего кармана, чтобы жить в своем собственном доме, чтобы выплачивалась ваша ипотека, и дом постепенно рост в цене, и при этом вы инвестировали меньше, чем 40 тысяч долларов. Это супер. Что происходит потом? Через год-два, когда вы стали, может быть, лучше на ноги, может быть, начали зарабатывать больше денег, может быть, скопили больше суммы денег, или этот дом вырос в цене, и вы смогли рефинансировать, достать эти деньги, вы покупаете следующий дом. Сдав верхнюю часть этого дома, где вы жили, вы уже имеете один инвестиционный объект, который себя полностью покрывает, и переезжаете в следующий дом, может быть, чуть получше, а может, даже такой же, и так далее, и так далее, строите свои инвестиции. Именно так я строил свои первые инвестиционные объекты. Мои три первых дома были куплены с 5-процентным первоначальным взносом. Да, может быть, дом будет не самый лучший. Да, может быть, дом будет не в самом лучшем месте. Но вы смогли войти в эту колесницу инвестиций и недвижимость. Сегодня за 2000 долларов трехкомнатную квартиру невозможно снять. А тут вы получили свой дом, который выплачивается, и за который вы платите меньше, чем если вы снимали. Да, это нестандартный подход. И, может быть, не каждый возьмется делать именно вот эту стратегию. Но для того, чтобы понять, подходит эта стратегия для вас, как построить пошагово эту стратегию, чтобы преуспеть, я расскажу на 30-минутной бесплатной консультации, free meeting.ca, запишитесь, и я вам все покажу и построю эту стратегию именно для вас. И рассчитаю, сколько вам нужно для того, чтобы начать инвестировать в недвижимость или приобрести свой первый дом так, чтобы не платить огромную сумму и платить больше, чем арендовать какую-нибудь квартиру или дом. У многих есть опасения и переживания, что они должны заплатить вот эту страховку, которую нужно платить, если ваш первоначальный взнос меньше, чем 20%. Я вам сейчас расскажу, почему этого не надо опасаться, но вначале подпишитесь на мой канал, поставьте лайки, пишите ваши комментарии. Итак, этот первоначальный взнос, который вы инвестировали, когда купили эту недвижимость, было 25-30-40 тысяч. Ваша инвестиционная недвижимость выросла на 100 тысяч, на 200 тысяч через какое-то время. Даже если вы потеряли эти 15 тысяч, рефинансировав уже, может, в другом банке по другие проценты, то в сумме 30-40 тысяч, которые вы использовали для первоначального взноса, принесли вам не 200 тысяч, а 185 минус эти 15 тысяч, что вы заплатили. А это уже примерно 300-400% на инвестиционные деньги. Это разве плохо? Намного тяжелее было положить 20-120-130 тысяч, не платить эту страховку, и тогда ваши деньги принесли только бы 100%. Так это делаются деньги. При этом сейчас, инвестировав и достав все свои деньги, которые вы инвестировали, вы получаете моргидж на полную цену вашей первоначальной покупки. И этот дом, который сдан, окупает себя полностью, даже может приносить какой-то кэш-флоу с нулем ваших денег. Это как раз и есть стратегия BRRR, об этом у меня есть отдельное видео. Продолжение следует...